Добрый день, дорогие мои подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Ну, смотрите, получается... Тут, короче, есть некоторые нюансы по поводу этого карта именно в плане коэффициентов. Я специально подзатянул записью вот именно подкаста на Boosty, где разбирал весь карт. Потому что хотелось посмотреть, где конкретно что как откроют и что будет. И то до сих пор, там в некоторых моментах можно подождать. Но это отдельная история. Это именно история про весь карт, по всем боям. А конкретно здесь сейчас нужно подвести некую черту по поединку Антеделия и Валентина Молдавский. Вот. Опять же, на Антеделии коэффициент вырос. В некоторых БК можно забрать его за 2.25, 2.28. На Западе, там, и того больше. И логика понятна в этой ставке, потому что Валентин Молдавский, Федор Тим, туда-сюда. Вот. И все такое. Чисто такой микрохайп, потому что Антеделия, он такой внутренний продукт. Вот. Именно, да. Вот ПФЛ, там, и так далее. То есть, максимум, что мы увидели на Райзине, опять же, там, на КСВ, на каких-то там промоушенах местечковых. На Эмбон челлендж против Марцина Тебура дрался в 15-м году. Ну, в общем, мы его особо не видели. Но при этом, еще раз повторяю, его уровень оппозиции в рамках даже выступления в ПФЛ значительно выше, чем то, с чем встречался Валентин Молдавский, там, условно, в последних боях. И при этом, как бы, ну, 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 серьезно, ну, реально, вот, Хэви Аяло в 20-м году, Рой Нельсон в 20-м году. Там, победа против Тима Джонсона что-то стоит, но это и то, потому что Тим Джонсон, типа, а-ля Беллатория расцвел. А дальше мрак. С Райаном Бедером поражение, со Стивом Моури, ноу-контест, от Линтона Василия отлетает в первом раунде. Победа над Стивом Моури решением. Тухладырым, он вообще ничего не стоит. Плюс, опять же, даже те, кто посмотрели процедуру официального взвешивания, ну, должны были оценить, насколько просто в габаритах Делия больше, чем Молдавский. Визуально, чисто больше. Вот. И в этом плане, опять же, нет у Валентина Молдавского какого-то явного преимущества в кардио. Если он будет стараться играться в свой вот этот Федор Тимовский перетык, да, он, как бы, базового ударника Делию, ну, навряд ли, как бы, знаете, перетыкает. Плюс, если говорить конкретно про Держак, ну, здесь, с учетом последних, скажем так, перформансов Молдавского, больше вопросов Держаку конкретно к нему даже возникает, чем к Анте Делию. Вот. Поэтому подняли коэффициент на Делию. Молодцы. Вот. Мой официальный прогноз – это на Анте Делию ставка победа. Сам конкретно буду его забирать. Вот. Для меня, по сути, он приравнен, знаете, к тем ставкам, которые вот в закрытом подкасте дают. То есть, прям, можно условно под какой-то флетик забирать. Но у меня план на этот турнир простой. У меня есть несколько ставок в карде, которые я считаю достаточно хорошими, чтобы их прям при матчем зарядить. У меня есть некий план на лайв. Вот. Я по турнику буду, соответственно, двигаться. И вот с каким результатом я на поединок Дели с Молдавским подойду, там я и буду решать, какую сумму мне выделять конкретно в ставке на Делию. Вот. И эта ставка будет конкретно опубликована в телеге, вот, во время лайва, во время турнира. На всякий случай, напоминаю, логика простая. Весь карта разобрана на бусти. Здесь я разобрал уже окончательно мейн-ивент этого турнира. Конкретные какие-то скрины и прочие вещи именно на главный бой во время лайва будут доступны в Телеграме. Ссылка на бусти, на телегу, все в описании под видео. Вот. Как-то так. Я хотел к этому подкасту, возможно, присовокупить какие-то еще дополнительные метки на другие турниры, но они чуть позже будут все равно. То есть, там, с пятницы на субботу, суббот, на воскресенье, там, всякие КСВ и прочее. Поэтому пусть лучше отдельно будут. И все. Ну и плюс, опять же, мой план вот такой на мейн-ивент в плане того, чтобы забирать лави, обусловлен тем, что, как бы, практика конкретного движения коэффициентов показывает, что цифры на Аделию не рухнут. Тут смысла, скажем так, о, быстрее, быстрее, успеваем забрать, пока кайф не упал, он не упадет. Поэтому я не переживаю, я спокойно забираю в лави, когда придет время. Вот. На этом, собственно, все. Ждем турнира. Надеюсь, результаты будут хорошие. Всем пока.